СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР На столба должно быть два, пускай это даже три человека будет, мы должны его сразу съедать. ПСК к этому поединку усилился полузащитником Волги Маратом Сафином. В минувшем межсезонье он перешел в команду из чемпионского Симбирска. Подобным подкреплением кристалл похвастать не может. Коллектив уже долгие годы играет профессионалами, если не по статусу, то точно по духу. При этом кристаллические не скрывают, игроки калибра Сафина не противопоказаны городскому чемпионату. Конечно, безусловно, приятно с такими игроками играть. Получаешь адреналин от этого, получаешь какие-то эмоции. Конечно, на пользу. С этими положительными эмоциями кристалл и вышел на площадку. Команда не изменила себя прошлогодней и действовала на контратаках. Одну из них и завершил Елисеев. Получив своевременную передачу, он также своевременно пробил мощно и точно. Прямо под перекладин ворот до кипера Павла Мефедова. Открыв счет, кристаллические соорудили защитную стену. Взломать ее ПСК смог только перед самым перерывом. Когда у партнера завершились тривиальные удары и заплудил штрафной, Ромал Набиев сыграл нестандартно. Неожиданный черпачок и мяч в воротах. Есть подарок собственному 20-х летию. Кристалл команда бойцовская навязывает всегда борьбу. С ними тяжело играть. Приоритетная такая команда, что с ними всегда тяжело играть. И с ними всегда на зубах, на эмоциях, всегда такие игры получаются. По разу огорчив друг друга, команды ушли на перерыв. Пару отведенных минут наставники попытались использовать по максимуму, чтобы во второй половине огорошить соперника чем-нибудь неожиданным. Когда идет передача на столба, края сжимается. Края просто сжимается. Передача на столба зашла, сразу края сжимается. Отбираем мы втроем одного. Будем растягивать. Этот игрок хочешь не хочешь, все равно за ним пойдет. И у нас останется два в два. Этот сюда переместится, будет дыра. Ему можно будет как сюда уходить, так и сюда. Но они будут страховать. И поэтому, когда тебе перевод будет больше, будешь угрожать уже ворота. Едва игра возобновилась, поискав первые матчи, вышел вперед. Это Дмитрий Салов после розыгрыша у главы упальнул, словно из пушки, в дальний верхний угол. Чтобы восстановить паритет, Кристаллу потребовалось около 10 минут. Зато голевая комбинация, которую начал, а потом и завершил Никита Елисеев, получилась на загляденье. Правда, радость кристаллической была недолгой. Начав с центра поля, Павел Короселев отважился на дальний удар в ближний угол и не прогадал. Так, поискава второй раз в матче, вышел вперед в счете. Кому-то показалось окончательно, но только не сопернику. Я думаю, это была очень интересная игра как для воленщиков, так и для футболистов. Видели, какие были эмоции, какой характер появляли команды. И я думаю, это была очень интересная игра и для нас в том числе. Своего апогея игра достигла за 47 секунд до финального свистка. Кристалл, отчаявшись отыграться, взял тайм-аут. Каких-то комбинаций не придумывали. В большей степени это была попытка встряхнуть команду эмоционально. С двумя голами на последних секундах капитанка и стала Дмитрий Арефьев несколько преувеличил. Но на один гол вместе со своими партнерами он все же наиграл. Розыбыш углового, прострел в шахтную площадку и Юрий Николаев в груди вносит мяч за линию ворот. Лишая команду тренера Дмитрия Николаева такой важной и долгожданной победы. Боевая ничья 3-3. Не хватило концентрации, пропустили. Я побежал и ВАКС побежали вдвоем на одного игрока и остались игроки и забили гол. Тут все дело в случае. Наказали нас за это. Наши ошибки, нас наказали. Ну неприятно, обидно то, что вели счете дважды и в конце так пропустили. Обидно. Ну это футбол, будем дальше доказывать, играть. Игра была равна, можно сказать. Хорошие моменты были у обоих команд. Реализовали очень хорошие моменты. Мы хорошие моменты, а они где-то кому-то больше повезло. Очень близка к ничей была еще одна встреча третьего тура. Действующий чемпион Симбирск играл против лидера нынешнего сезона Мобирейта. На последней минуте горожане, уступая 3-4, получили право на дабл-пенальте. Но Евгений Садюхин его не реализовал. И Мобирейт одержал третью победу подряд. Волевой победой в третьем туре отметился и дебютант в Суперлиге. Клуб смена пропустил первым, но затем забил дважды и безответно, и набрал 3 очка. У МЗ, благодаря хитрику Дмитрия Романова, переиграл Штальбук 7-4. Еще одна боевая нича зафиксированного матча Платона и Контактора 4-4. Кстати, все эти голы чуть позже можно будет увидеть на сайте городской федерации мини-футбола. Там же можно будет и проголосовать за лучший гол третьего игрового дня. А вот турнирное положение команды отсыпать и болельщиков не зависит. И повлиять на него не сможет никакое голосование. Мобирейт пока идет без потерь. И впервые в нынешнем сезоне единолично возглавляет Суперлигу. Следом с двухочковым отставанием Контактор и Кристалл. Далее Ульянский механический со сменой. А группу неудачников неожиданно возглавляет Симбирск. Шутка ли сказать, у действующих чемпионов после трех стартовых туров ноль очков. В следующем туре у горожан новое испытание – ПСК. Эта встреча будет вынесена за рамки тура и состоится 15 ноября в 18 часов в Фоке Улгу. Причина в том, что ПСК уезжает на сроссийские старты, чтобы представить там наш регион. Остальные матчи состоятся 17 ноября. Центральные из них выделить сложно. Самым предсказуемым выглядит матч у МЗ и Платона. Редактор субтитров А.Семкин